Сегодня в молодежном центре началась выдача подарков Викторины Северяне. Всего их 181. От шарфов до смартфонов и макбуков. С 25 июня по 1 июля каждый участвующий в общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации мог поучаствовать в Викторине и выиграть эти ценные подарки. Для этого необходимо было заполнить банк вопросов. Участники, ответившие правильно на все из них, попадали во второй этап. Розыгрыш прошел в субботу в прямом эфире на канале ЛТВ. Победители Викторины, обладатели ценных подарков, определены методом генератора случайных чисел, стоп и клавишу, доверенно нажать Максиму Древинскому, представителю волонтерского движения, и Виктории Кравчук, также активному жителю, участнику политической и добровольческой жизни города. Их имена определил экспресс-опрос на портале «Живем на севере». Десятки шарфов, бутылок, кепок, футболок, а также подарки посолидней, два ноутбука, шесть смартфонов, восемь смарт-часов, двенадцать портативных колонок, восемь наушников, двенадцать умных колонок и двенадцать велосипедов. Некоторые уже достали своим хозяевам. Что выиграли? Велосипед. Велосипед? Да. А говорят, тут только по блату распределяли призы, нет? Да не знаю, я вроде без блата. Первый раз в жизни выиграешь. Приятно, что ты что-то выиграл. СМС-ка пришла, потом я позвонил, где можно забрать подарок, и мне сказали этот адрес. Не ожидалось, что такая будет классная авоська, смотрите какая. И даже ручки у него такие. Вот теперь я буду экологию улучшать. Пакеты не будем брать, будем все носить в авоське. Спасибо, приятно. Очень понравилось, очень круто. Спасибо за такую организацию таких мероприятий. В числе полуфиналистов оказалось 81 555 ямальцев. Среди интересных совпадений почти одинаковое число бланков разыгралось в Лабытнанге – 4776 и в Губкинском – 4775. В обоих городах обладателями подарков стал каждый 27-й участник. Главное условие для получения приза является регистрация в Ямало-Ненецком автономном округе. Это может быть постоянная регистрация или временная, потому что данные викторины проводятся именно для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. К нам приходят люди, мы записываем у них паспортные данные, фамилию, имя, отчество, дату рождения, также место проживания. Если приз стоит свыше 4000, то тогда мы записываем также номер ИНН, для того, чтобы передать все эти данные в налоговую службу. Выигравшим предстоит оплатить в следующем году 13% от стоимости подарка. Забрать свой выигрыш можно в течение 70 дней в будние дни с 14 до 17 часов в молодежном центре. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...